Привет всем, дорогие друзья, а также новые зрители канала Заброшенная Россия. Макал рассказывает о наших российских деревнях и людях, живущих в них. И сегодня мы находимся в селе Воротынск, Ливенского района Орловской области. Как всегда будет интересно, смотрите до конца. Поехали! А на чем, друзья, мой фильм с небольшой загадкой? Сейчас мы посмотрим одно здание, объект недвижимости, а вы попробуйте отгадать, что это такое. Честно говоря, я такое встречаю второй раз в жизни. Первый раз видел в том году в Малоархангельском районе. А вот это второе такое строение. В том году был выложен из Капича год выпуска стройки этого дома. Ну, как дома, как сказать. В общем, на берегу речушки красивой, вдоль которой мы сейчас проехали. В общем, друзья, угадывайте. Ну, сразу скажу, это не туалет на набережной. Это нечто другое. Так что угадывайте. Вообще, друзья, я приехал сюда по одному важному делу. Один мой подписчик сказал, что в этом селе живет бабушка, у которой осталась от дедушки старая машина. И стоит она у нее то ли в гараже, то ли во дворе. Поэтому моя цель сегодня просто прокатиться по этому селу с необычным названием Вратынск. Уждать, что будет здесь интересное. Пообщаться с местными жителями. И узнать по поводу машины. Вдруг она продается у бабушки недорого. Я бы ее с удовольствием приобрел в своем музее. В общем, такая история. Я думаю, сегодня мы эту машину обязательно увидим, если ее вдруг не продали. Потому что сообщение прислали им еще в том году. В общем, такая у нас цель сегодня. Заехал, друзья, с края села. Решил поснимать тут, как скажем, закоулочки здешних мест. И тут вижу такая атмосфера. Прям много старых домов вдоль речки. И вот первый, мне кажется, заброшенный дом. Под номером три, который уже давно не жилой. Сейчас зайдем, посмотрим по возможности. Какую-то здесь кучу сгреблей перед ним. Дорогу наделали. Ух ты, открыто. О, что, друзья, вижу. Ух ты. Вот это да. Друзья, я уже нашел себе музей. Эх, блин. Жалко, я такой корыто, смотрите. Классное. Так выглядит хорошо издалека. Но, к сожалению, мыши сгрызли. И выглядит не так симпатично для музея. А вот эта бочка красивая. Глядем. Состояние бочонка. Хорошее. Правда, пару колец уже слетело. Пивная была. Смотрите, видите, в дрочке. Да, кляп, видите, забивался. То есть, использовался, наверное, под пиво какой-то. Кляп забит какой. Видно вам не видно? Вот, смотрите. Интересная бочка. Кованая. Можно, в принципе, в музей забрать. Сейчас такие можно увидеть. Вот подумаю, багажник первый пустой. Как я люблю, такие старые домики. Они просто наполнены стариной. Ого, пластинка сразу тут у нас. Мелодия. Интересно, закуток обычно в таких домах. Здесь второй выход у нас есть. И здесь полностью все. Здесь там кибиточка такая. Еще с решеточками. Такое необычное решение. Как полуподвальчик. Ух ты. Ух ты, какой маленький домик. Просто малюсенький. Все разбито, к сожалению. Все разбито. Что у нас? На снаряд похоже. Но не снаряд. Ну, видишь, какая хорошая крышка. Что там? Странно, обычно железо все забирают. А здесь вам даже железо не забрали. Интересно, почему стол интересненький. Так, вот на вербу залезть. Посмотреть, что там интересного. Ну, как нам это сделать? Вот, я думаю, нам окошко полу поможет. Заначки никаких нет за печкой. Вот я не понимаю, как тут могли вообще, смотрите, спать люди жить в этой маленькой комнатушке. Квартира такая, студия. Дом, студия. Как могла тут целая семья обитать? Даже сложно представить. Надеюсь, выдержит меня. Опа. Вон вверху ничего интересного старого нет. Просто какой-то хлам. Поэтому, поедем дальше. Ну, не знаю, с бочонком. Если настроение будет, заеду, заберу на выезде. И сейчас, друзья, посмотрим рядом еще один домик один. Соседство. Ух ты, я тоже старый. Думал, что современный. Ух ты, сколько здесь. Красивых цветочков. Целая поляна. Даже жалко наступать на них. Как каер прям. Красота. Пчелки уже летают. А хотя, да, дом современный. Из керамзитблоков сделан. Пока по этим заразу не доберешься. Очень долго, конечно. Приходится тратить время. Вот на эти походы под зарослем. Здесь, наверное, дом квартирный был. Ух ты. Птицы какие большие. Что-то крупненькое тут было. Наверное, какая-то катора. Возможно, да. Ух ты. Что за звуки такие? В общем, похоже на контору. Такую-то. Хотя... Смотрите, какая елочная игрушка. Крупная. Может быть, и жилой дом был. А может, какой-нибудь клуб. Непонятно. Ух ты. Что это такое у нас тут? Что это такое, интересно? Лондон. Современная, да? Как думаете? Посудина. Чай какой-нибудь. Ладно, поедем дальше. Не смог я, друзья, проехать мимо этой красоты. И на въезде. Смотрите. Какие-то шикарные виды тут. Бурный ручей. Он тут из двух частей стоит. Прямо как будто бы водопад. Смотрите. Раз, два. И оттуда Шикарное место. И старенький домик прямо здесь на этом месте. Классное раньше у кого-то было место жительства, но, к сожалению, уже, мне кажется, лет двадцать там никто не живет. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас посмотрим, что там от этого домика осталось. Просто интересно. Дом старый, еще дореволюционный. Кто-то тут убирается, пилит, косит. Или субботник просто здесь был хороший. Чья-то была большая усадьба. Интересный дом делал из двух частей. Я до сих пор не пойму, зачем так мешали. Здрасте. 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 Достаточно просторный домик был. Место для иконы почему-то в этом углу. Обычно где-то от входа в дальнем ставили. Здесь живота хранили, наверное, очень экономно подходили. Такого камня очень много было. Кипичный, подороже был. Возможно, из-за этого экономили. Красота раньше была. Великолепие. Лечушка рядом. Кайф, друзья. Кто бы хотел жить в таком красивом месте, я первый. Вообще, мне очень много нравится таких старых мест красивых. Десятки, сотен, наверное. Здесь так много было камня, что даже из них заборы сделали такие. Видите, камень просто некуда было девать. Были огромные заборы. Вообще, друзья, такие вот села, как Воротынск, я редко заезжаю в крупные села поснимать, потому что часто просят, но иногда все-таки бывает. Очень сложно таких селок снимать, потому что они все-таки более крупные. Много людей живет, много современных построек, и они сильно изменяются, поэтому редко можно увидеть старину. Но вот иногда в таких случаях я заезжаю из каких-то сообщений подписчиков. И когда есть какой-то повод, какая-нибудь интересная бабушка, какой-нибудь дедушка, или старая машина, я всегда готов заехать. В общем, посмотрим, что нас впереди ждет в этом интересном селе. С этого места даже учить неохота. Душевненькая вода прям. Птички поют. Кайф. Приезжал по улице и вызвал какие-то развальные. Старый домик. Уже осыпалась стена. Неизвестно, приезжает сюда или нет. Поспробуем зайти во двор. Ух ты! Интересно. Первый раз такое вижу. В этом доме живет семья заслуженного члена колхоза Советская Россия Алтуховой Марины Андреяновны. Из железа сделана или пластик какой-то. Интересно. Первый раз такое вижу. А тут конечно все уже осыпалось. Но попробуем пройти по дереву. Сыроюшки у нас тут маленькие. Что тут у нас? Ух ты! Тачанка старая на одном колесике дрова. В общем дровница какая-то. Да, конкретно конечно тут заросшая. камерные заборы. Да, давно что никто не приезжает. Давненько давненько домик точно 100-летней давности. Так стена осыпалась. Дом у нас закрыт. Заходить не будем поэтому интересно конечно тут в сарае наверное это был старый каменный дом полностью каменный интересное местечко древностью пахнет разваленный прям бухты. Даже на замке у нас подвал остался. старинное атмосферное местечко. Вратненск мне нравится все больше и больше. Очень необычно здесь. выйти можно здесь просто. Там вообще забор перелазил. спокойный выход на дорогу. В общем так вот катаюсь по улочкам раньше большая улица была. Едем дальше. Сейчас я ехал по селу и тормозит мне машина и выходит оттуда мой знакомый Максим который живет в Ливнах. Здорово. Как дела? Отлично. Что снимаешь? Машина еще. Познакомились с ним года 2-3 назад в Ливнах. Он работает на эвакуаторе просто так пообщались. Сказал, что он мой подписчик. Вот с тех времен знакомый общаемся иногда. Вот так вот неожиданно в селе где я никогда не был встретил своего знакомого. Необычно скажет так встреча. Удивила меня. Думал, что меня здесь никто не узнает. Все-таки Блиц в районе я редко снимаю. В основном Колпнянский. Вот такие дела. Едем дальше. Сейчас приехали в какую-то старую часть села. Ну что друзья проезжал еще одну заброшечку. Ух ты как тут смотрите подвал сразу идет из сарая который давно обвалился. Интересненько тут каморочка. Как раньше ходили так низко приходилось людям наклоняться метр пятьдесят как будто. Люблю такие подвальчики старые ух ты еще снег остался на ступеньках необычно сделано свист камня свист камня такой дворик симпатичный похоже давненько тут не живут ух ты сундук есть сейчас зайдем посмотрим сыроюшечки здесь стены домов часто обваливаются здравствуйте этому дому как много тут интересного подсоба подсоба кухня такая малюсенькая чурочка чайник остался ух ты еще сундук старый окошки малюсенькие на зиму которые вставляли вторые ого икона почему на полу интересно о чем ее сняли на железе так что у нас с этикетками сундук нет 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 надписей тоже нет что написано непонятно когда что иногда год пишут выпуска что у нас в этом сундуке а это у нас люлька не люлька правда люлька хотя там тесто месили или тесто месили тестоместка ух ты друзья этикеток нет но я вижу этикетку нафталин ни разу не видел такое нафталин 100 грамм интересненько сундук похоже современный такой скамеечка ух ты красивенько в одном стиле стол и стулья сделаны ого здесь кухня же просторней лампы интересные просторненький домик просторненький спальное место на печке что за портрет у нас тут непонятно иконочка красная багрового цвета видите там темное вишневое три иконки раз два три на что на чердак залезем теперь что у нас тут интересного в дачной зоне кажется ничего ух ты люлька хорошая ого вот это друзья подгон в мой музей смотрите какие весы как странно их сборщики металлом не собрали даже клеймо есть смотрите медное сейчас я позже затру и подскажу какое клеймо интересно интересно кто бы подумал что в доме где все разобрали на металл оставили старинные весы ножи что-нибудь пропустили классный классный вот у нас люлька уже ушатанная ух ты друзья что я нашел еще под люлькой смотрите лапоть какой этот лапоть вот это да второго нет случайно лапоть из конопли связанный представляете прям в идеальном состоянии затоптанный где второй я люблю вот ковыряться приходится иногда перчатки не взял так лапоть отправляется в музей старинный стул типа кочерги я смотрю тут не особо люди металл собирали что-то забрали что-то нет вот такой чудный чердачок в общем принципе друзья нам этих находок прям хватит вполне за эту поездку я вообще люблю когда о какой-нибудь деревне остается на память какой-нибудь предмет музей а здесь даже два причем лапы даже реже можно найти чем весы если весы я находил раз наверное 5-10 лапоть такой находил только пару школьных музеев одном то есть за пять лет сколько я такой 5 лет эконом веду а до этого тоже старые вещи собирал музей лет 10-15 в общем за эти годы всего лишь второй раз лаптик подается вот так вот надо быть внимательным всегда много чего интересного можно увидеть ну в общем определились у нас клейма одно клеймо каким-то знаком с прицелом непонятным и здесь вот смотрите отчетливо видно серопомолот 26-22 может быть 26-й год может быть 22-й год и написано до 15-ти кг вот такие вот весы у нас оказались советского периода обычно бывает царского периода здесь ставили орел киперский едем дальше а скажите пожалуйста Тамара Андреевна где живет центральная 33 я что-то здесь запутался в домах это вы знаете сейчас вот так вот прямо поедете в ту сторону будет поворот налево вы не поезжайте вы прямо идите а будет вниз спуститесь по порошкам или вот тут от этого дома постучите это поворот направо через сколько примерно метров 150 я по домам посчитаю раз два три пятый дом вы прям увидите разлилку сюда будет сюда спасибо повернете направо не курю спасибо ну что тамара Андреевна вроде здесь живет сказали о точно 33 дом очень сложно здесь дома конечно искать дома кто есть Тамара Андреевна здрасте мне сказали у вас машина старая вы ее продаете а почем посмотреть можно в гараже стоит а мне написали я старой машиной занимаюсь я там Андреевна продает от папы вас осталось я не знаю посмотрю еще в том году летом еще 14 он увидел машину сказал что передал к какому-то мужчине который собирает это я как раз да да ну я как бы с Оренбургской области и в Орле этот сколпные приехал а так в Оренбургской области живу сейчас я выйду ага оказывается 14 июня того года мне сказали об этой машине столько долго я ехал сюда в том году просто ну бывает информация много посылает интересно посмотреть что за машина собаки конечно лютуют папа на него был ветераном войны поэтому победа у него была нашей же девочка на конце салонечка а у гражера да? да у гражера стоит вот там можно обойти а так нет ключа да? ключа нету ключи у моего племянника машина как бы наша общая но мы его отдали а он не знает что с ним делать а он где живет? на другом краю деревни а здесь да? да он здесь а он не знаю он приходил я открывал гараж он наверное не смог открыть его не знаю открыл или нет я даже не знаю а папа у вас за номер? да да ветеран войны был, да? да ветеран войны мой брат занимался этой машиной ну брат тоже умер а вообще эта машина принадлежит моему отцу и вон она перешла к моей маме и все, и стоит вот он нельзя победа брат брат был и умер она вообще на ходу? она не на ходу, можно сказать она была на ходу ну она что-то у него не короче не доделала он опять ее завез и опять ее ремонтировал и теперь не знаю, что с ней идет после раз, когда выезжали на них сколько лет? после раз? да в 2003 году ух ты, это еще 20 лет назад? до тех пор она и стоит племянник, у него к этому нет склонностей интересно, да? склонностей, да мотоцикл у него остался тоже атака, остался мотоцикл это Азеда, получается а мотоцикл... мотоцикл этот ничего с ним не может сделать а мотоцикл какой? а я не знаю какой не с люлькой? не с люлькой? не Урал? нет, наверно не Урал а точно не знаю а я вообще, у меня музей, машина старая я старая машина покупаю да, я вот в Копиненском районе старые машины покупаю на улице просто они стоят как музей а за сколько вы могли ее купить? не знаю, надо, конечно, посмотреть состояние мы с ним разговаривали что надо ее продавать потому что время уже идет и он сам не занимается и я она тоже не нужна а кому ее продавать он никак не решится и не найдет покупать а племянник сколько лет лет 40 в том году еще на в июне я просто в колпне и в оренбурге поэтому приезжаю уезжаю как но как бы и здесь живые в оренбурге да у нас там я смотрю люди покидать дома да там не одну домов затопил адрес племянника какой вот у нас и последний дом с левой стороны он спасибо все хорошего до свидания ну что друзья ключи от газа находится у племянника надо выискать договариваться о цене спрашивать смотреть приезжать еще поэтому все это наверное будет уже в следующей серии а этот фильм пора заканчивать надеюсь он вам понравился как всегда поделиться ими эмоциями ощущений в комментариях а если возникли вопросы обязательно напишите мне в соцсетях ссылки на них вы будете описанием и этого фильма до новых встреч мы дорогие пока и и и Субтитры создавал DimaTorzok